Приходя в банк, вы наверняка обращали внимание на красивые монеты из драгоценных металлов. Разберемся, зачем они нужны. Монеты бывают двух видов – памятные или коллекционные, и инвестиционные. Они изготовлены из золота и серебра, но их реальная цена не имеет ничего общего с номиналом. Памятные выпускаются к определенным датам или серии, например, ювелирное искусство в России. Они имеют высокое качество чеканки, ограниченный тираж и неограниченную стоимость. Помимо цены металла, на стоимость таких монет влияет художественная ценность. Кстати, такие 25 рублей к чемпионату мира по футболу – тоже памятная монета, но из медно-никелевого сплава. Это обычные наличные деньги. Инвестиционные монеты отличаются более грубой, неприхотливой чеканкой. Они выпускаются большим тиражом, их стоимость жестко привязана к цене металла и меняется буквально каждый день. Монеты можно купить в банке, для этого нужен паспорт. Вместе с монетой выдадут сертификат и чек. Их надо сохранить. Без документов доказать подлинность монеты будет сложно. Лучше не доставать монету из футляра, даже если очень хочется ее потрогать. Любые потемнения, царапины и отпечатки пальцев снижают ее стоимость. Памятные монеты обычно покупают как подарок, а инвестиционные – как вложение денег. Если цена на драгоценные металлы растет, увеличивается и стоимость монет. Продать инвестиционную монету можно банку, однако не все банки их покупают, а где-то цена покупки может оказаться намного ниже цены продажи. Стоимость памятных монет может расти быстрее стоимости самого металла. Однако продать их еще сложнее. Эксперты вообще не советуют их использовать в инвестиционных целях. Так что вложение в монеты – это долгосрочная и низколиквидная инвестиция. Хотя как подарок – отличный вариант. Редактор субтитров А.Семкин